Не так давно Леонардо Аи добавил новый режим под названием Photoreal, благодаря которому, как заявляют разработчики, можно получить потрясающе реалистичные изображения всего в пару кликов. Досмотри это видео до конца, чтобы поддержать канал, узнать, что на самом деле представляет собой новая функция и соответствует ли она заявлениям разработчиков. Всем привет, на связи Apex. Для начала давайте разберемся, как описана данная функция на самом сайте. На момент записи этого видео функция находится в стадии бета-тестирования и доступна только для пользователей, имеющих доступ к бета-версии. Возможно, немного позже разработчики предоставят доступ всем желающим, как это было с алхимией. Photoreal позиционируется как конвейер для создания фотореалистичных изображений от кинематографических фотографий до реалистичных портретов, а также приносит сильную нотку реализма и другие эстетические решения. Разработчики пишут, что сократили необходимость в сложных промптах для достижения прекрасных результатов. На выбор нам предлагается три пресета – Cinematic, Creative и Vibrant. Из дополнительных настроек – режим Raw и настройка глубины резкости. В данном режиме нет возможности выбора моделей, а также при включении Photoreal отключаются Prompt Magic и Negative Prompt. А теперь давайте посмотрим поближе. Первое, на что мы можем обратить внимание – выбор моделей недоступен. Почему так, объясню немного позже. Чуть правее находится выпадающий список с пресетами, а также параметром None, который их отключает, что дает возможность прописывать свои собственные пресеты. На боковой панели слева можно увидеть включение-отключение нового режима, а также дополнительные настройки, где можно включить-выключить Raw Mode, о нем мы поговорим отдельно, а также настроить глубину резкости. А вот здесь самое интересное. Разработчики нам предлагают три варианта глубины резкости. Это малая глубина резкости, средняя и, соответственно, большая глубина резкости. Кто знает, тот знает. Кто не знает, в двух словах объясняю. При малой глубине резкости у нас фон размывается сильнее, при большой глубине резкости фон становится более четким. Если вдруг забыли, можем навести на знак вопроса и прочитать, что делает данная функция. По настройкам все. Выбираем малую глубину резкости, сохраняем и давайте что-нибудь сгенерируем. Выбираем пресет Cinematic, пишем что-нибудь банальное. Например, Киллиан Мёрфи в костюме Барби на красной ковровой дорожке и нажимаем генерировать. И спустя несколько секунд мы получаем вот такие арты. 100% на Киллиана Мёрфи не похож, но общие черты мы можем наблюдать. Неплохой костюмчик Барби, посмотрите какой мех, какая текстура, какой шелк. Здесь даже есть ворсинки. Обратите внимание на цвет, цвет, посмотрите какие тени. Теперь давайте попробуем скопировать сид. Вставляем, применяем. Единственное, что мы меняем, это параметр глубины резкости. Выставляем его на High. Сохраняем, ничего больше мы не меняем и нажимаем Generate. Через несколько секунд мы получаем вот такие интересные арты. На первый взгляд можно заметить, что изменилась не только глубина резкости, хоть она минимальная, но и произошли некоторые изменения на самих изображениях. Давайте рассмотрим эти два изображения поближе. С левой стороны у нас находится с малой глубиной резкости, справа находится с большой глубиной резкости. В данном случае у нас глубина резкости как-то очень слабо отличается друг от друга. Но произошли некоторые изменения на самих изображениях. То есть мы можем обратить внимание на прическу нашего персонажа. Она немного изменилась. Также изменился, скажем так, свет на лице, глаза стали немного светлее, рот немного приоткрылся, а также пропал куда-то мех с ворота. Некоторые детали появились, некоторые детали исчезли. Но так или иначе изображение остается действительно на хорошем уровне. Давайте вернемся к нашему промпту и попробуем записать теофрагму f16. Настройку глубины резкости мы не меняем, оставляем ее на high. Нажимаем генерировать. Итак, мы получаем еще один арт с тем же сидом, с тем же пресетом. Давайте тоже скопируем это изображение, вернемся в фигму и поставим рядом это изображение. Как мы можем заметить, диафрагма здесь не сыграла практически никакой роли на задний фон. Но опять же видоизменила само изображение. То есть мы можем обратить внимание, как у нас какие-то детали добавились, какие-то детали пропали. Но на саму диафрагму мы повлиять никак не можем. Не знаю, хорошо это или плохо, но есть как есть. Теперь давайте уберем параметр диафрагмы, вернемся к нашим значениям. Только поменяем пресет на Creative. Оставляем сид тем же, настройки оставляем те же, глубину резкости оставляем также на high. Посмотрим, что из этого получится. И получаем мы что? Правильно достаточно насыщенное изображение, наполненное деталями, наполненное новыми какими-то элементами. Давайте скопируем. Перенесемся обратно в фигму. Поставим рядом это изображение и посмотрим, что же изменилось у нас на самом деле. То есть мы можем заметить, как черты лица плюс-минус остаются схожими, но меняется окружение и меняется количество деталей на самом изображении. В данном случае у нас появился галстук, у нас появилось больше меха, у нас появились уже какие-то более отчетливые люди на заднем плане. Появилось больше деталей в окружении. И выберем последний пресет Vibrant. Нажимаем генерировать. И что же мы получаем? Давайте скопируем. Внёмся в фигму. Заполним нашим изображением. Он точно делает изображение чуть ярче, чуть насыщеннее. И также влияет на само изображение в целом. Поэтому, используя каждый раз разные пересеты, но с одним и тем же сидом, мы будем получать разные изображения. Они будут схожи, но в нюансах, в деталях это всегда будут отличия. И так, почему же все-таки нельзя выбрать модель? Давайте вернемся на главную страницу и увидим, что Photoreal находится наравне с другими моделями. Открываем и что мы видим? Генерировать с этой моделью. Да, это является моделью. Нажимаем View More и нас перекидывает на страницу, где мы можем посмотреть абсолютно все работы, которые выполнены с помощью новой функции. Так же, как и с обычными генерациями, мы можем скопировать промпт, сделать Image to Image или же полностью сделать ремикс данного изображения. Вы только посмотрите, какие детали. Подводя итоги, хочу сказать, что обновление действительно получилось очень крутое. В большинстве случаев генерации все сложнее становится отличить от реальных фотографий. Что касается Negative Prompt, могу предположить, что разработчики уже включили рекомендуемые негативы от создателей самой модели. Что, с одной стороны, облегчает жизнь, а с другой стороны, все же хотелось бы прописывать что-то свое. Хотя лично я достаточно редко использую негативы. Пресеты весьма интересны, с ними можно и даже нужно работать. Если хочется чего-то большего, выставляем параметр NAN и прописываем свои стили. Настройка глубины резкости – отличная идея, но на данном этапе, как мне показалось, разница между значениями крайне мала. Возможно, после завершения бета-тестирования эти настройки будут работать лучше. На выходе мы получаем уникальный комбайн, который состоит из модели, дополнительных настроек глубины резкости и нескольких пресетов. Благодаря Photoreal и вправду можно получать результаты нового уровня, с простым описанием и всего в пару кликов. Причем новая функция работает не только с фотореализмом, но и с другими направлениями. Разработчики проделали невероятную работу, за что им огромное спасибо. Если интересно увидеть сравнение с другими моделями, поставь лайк и напиши, что думаешь о новинке в комментариях. Большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. У микрофона был Дима. Всем пока.